Ну, я жестокий сенсей, я могу точно сказать. Приветствуем вас в Mad Max Dojo. Сегодня мы здесь проведем тестирование физической подготовленности борца и ударника. Джимми представляет джиу-джитсу и джидо, Тимой представляет кёкушин карате и муай-тай. Мы это называем кэнпи-карате здесь. И мы проведем три раунда по пять минут, как будто они дерутся по микс-фай. Итак, мы наблюдаем комплекс, состоящий из пяти серий различных упражнений, в частности, вы видите, берпи с прыжком, кувырок, всего их пять. Пять упражнений по пять раз. Задача за пять минут сделать максимальное количество раз. Каждое упражнение, любое упражнение считается за единицу. Джимми здесь рванул, конечно, сразу решил показать, что борцы круче, чем бойцы. Тимур немножко даже потом признавался, что был в шоке от темпа, который предложил Джимми. Но не совсем это было верно, как потом оказалось. Идея была такая, что мы моделируем поединок по микс-файту. Три пятиминутки. Вот в первом раунде вы видите, что упражнения простые. Они, в общем-то, характерны для всех. Тимур занимается сейчас тайским боксом, выступает по тайскому боксу, но на самом деле является коричневым поясом по каратокюку Шинкай. Джимми очень классный джидаист и джитсер. Вот сейчас был момент, когда Джимми спросил меня, сколько времени прошло и как раз попало примерно на половину раунда. Он потом признавался, говорил, что очень обломался в этот момент. Тимур потом говорил, что я, когда увидел, как рванул Джимми, подумал, е-мое. Пошел, пошел, пошел. Три, два, четыре, два, три. Время! Сейчас пока не надо. Дышите, дышите. Если надо, то больше не делаем. Ну, я жестокий, Сенсей. Я могу точно сказать. Жестко. Поверьте, я не дрался никогда в клетке, но думаю, в два раза хуже, чем в клетке оказаться. Сколько минут пришло? Три минуты уже вы отдыхаете. Вы видите, мы, что для того, чтобы делать такие вещи три по пять, это нужно очень профессионально тренироваться. Ребята, при том, что они достаточно высокого уровня спортсмены, им очень тяжело, дались эти пять минут, они даже убежали от меня. Огонь пошла команда. Ребята начали второе упражнение. Это каждое поднятие балл. 16-килограммовый гиря. Любым способом можно поднимать, руки можно менять, можно не менять. Вот, и мы видим, что немножко разные выбрали тактики бойцы. Джимми делает повторно несколько раз на одну руку, а Тимур каждый раз меняет руку практически. Вначале он попробовал как Джимми и сказал, что, понял, что руки очень сильно затекают. Тимур последние несколько месяцев после Кубка России по Таю занимался одной физухой, и на самом деле он хорошо очень задышал. А Джимми находился недалеко не на пике своей формы, он как бы в ординарном режиме, просто поддерживающий, возможно, даже и не особо тренировался. Тимур из-за того, что вовремя вырубился, как надо делать, он менял каждый раз руку, и пока одна работала, вторая успевает полностью восстановиться. Ну и видна техника, манера исполнения несколько разная, да, как Тимур втыкает руку, как поднимает, выжимает ее Джимми. Но все-таки повторюсь, Тимур эти упражнения делал на протяжении нескольких месяцев подряд, не в таком режиме, конечно, совершенно в другом. Продолжение следует... Да! Продолжение следует... Оп! Субтитры делал DimaTorzok В третьем раунде Идея была такая, что во втором раунде Бойцы боролись Долго боролись, устали И в третьем раунде Они опять вышли в стойку И появилась необходимость Проявлять Скоростно-силовые способности И на фоне Вот этой всей уже усталости На фоне затекших рук И поэтому В третьем крайнем раунде Были выбраны упражнения Требующие вот именно взрывных усилий Максимальное усилие В кратчайшее время То есть способность нанести Нокаутирующий удар Потенциально нокаутирующий На в конце третьего раунда После продолжительной Затяжной борьбы Тут видна разница в технике Тимур все время бьет в подбородок А Джимми Отталкивает От себя 10 прыжков 10 Комтовок 10 метаний Если мы обратим внимание На поясницу Тимура То увидим, что Он уже потерял Правильную технику Когда травма безопасна Сохранение прямой спины Уже спина у него стала Угибаться И Это связано с желанием победить И На фоне прогрессирующего утомления Техника начинает страдать Это кстати Очень внимательно нужно быть Всем ребятам Которые практикуют кроссфиты Особенно такие жесткие Его формы соревновательные Потому что Вот именно на фоне Усталости Можно Что-нибудь порвать Потянуть Для джима это упражнение непривычно Гораздо по идее Ему понятнее упражнение Вот эта вот Кантовка Когда я составлял Эти комплексы Я понимал, что это будет Очень тяжело Но я не ожидал Все-таки, что Так тяжело Я еще раз повторюсь После первого раунда Ребята просто выбежали Наверх Я лично На 90% Где-то выложился У меня осталось 10% Я бы сейчас Схваток 5 Поборолся бы По 5 минут По джим-джит Но больше не смогу И Не знаю Выключился бы Потом на 2 дня Наверное Не зря Нашего СССР Прозвали Мэдмакс Столь того, что Это действительно Безумный Макс Были безумные комплексы Так тяжело Еще не было Но мы прошли это Вот Приходите в Мэдмакс Доджи Итак Подведем итоги Нашего теста На самом деле Конечно Получилось Очень тяжело И Мы планировали делать 5-минутный раунд И 2 минуты отдыха Но Хватило Ребят на то Чтобы 5 минут отдыхать То есть 5-минутный раунд И 5 минут мы отдыхали Сколько работали Столько отдыхали Потому что работа очень тяжелая Все-таки в бою Есть возможность Подвигаться Раскислиться А здесь Подряд Одни упражнения И такой счет У нас Значит В первом раунде Тимур набрал 137 баллов Джимми набрал 140 баллов Баллы считались Одно упражнение Одно повторение Любого упражнения Один балл Второй раунд Тимур набрал 116 Джимми 113 Напоминаю Это раунд с гирей Вот И Третий раунд Тимур набрал 142 балла И Джимми 127 Это был взрывной раунд Логика раунда была такая Что первый раунд Упражнения были Смешанного характера Второй раунд В основном Силовая выносливость А третий раунд Взрывная сила На фоне усталости Вернее Взрыв на фоне усталости Таким образом Тимур набрал 395 баллов А Джимми набрал 380 баллов И сегодня победил Тимур Вот Но Конечно Объективно Если говорить То Надо брать во внимание Период подготовки В котором кто находится Да Если Сейчас Джимми тренируется В поддерживающем режиме Он только занимается Борьбой Спокойно Вот То Тимур Сейчас Последние месяцы Занимался физической подготовкой Соответственно Тут Я бы сказал Что это Сейчас речь идет Не о сравнении Даже У ударника И борца А скорее Просто О форме Текущей форме Бойцов Ну и Я думаю Что ребята Пусть скажут Свои впечатления Ну что касается Для меня Дисанция Действительно Прав Я В последний месяц Сделал Похожие упражнения Вот Ну достаточно тяжело Пять минут Мы еще так Не выкладывались Мы обычно деремся Три по три Три по пять У нас еще такого не было Это достаточно Хороший опыт Я думаю Что в дальнейшем Мы будем дальше развиваться И продолжать этот опыт В первом раунде Я как бы колоссально отстал Так как Джимми разорвался Очень сильно Я постарался его догнать И под конец Я немного Закислился Вот А что касается Второго раунда Я Засматривал Ну смотрел на него Как он делает Он делал очень много Одной рукой Я старался больше менять Вот И под конец Я чувствовал Что у меня левая рука Уже подустала И я больше делал Наверное правой рукой За счет этого Я чуть-чуть вырвался вперед Что касается Наших соревнований В начале Да В начале Было то Что сделать Но я как бы Особо не следил За соревновательным Процессом После первого круга Я Для себя дал задачу Что Я просто должен Сделать в одном темпе Без остановки Без всего А кто выиграет Кто не выиграет Я за это не следил Что касается Нашей усталости Реально очень тяжело И восстанавливаться Очень тяжело было Две минуты Реально не хватало Чтобы там Даже вот Дыхание Не мог сердце успокоить Мне там Свыше 30 Ударов 10 секунд Скачало А так Тяжело Ну думаю Что Если готовиться Правильно То можно Улечить Время отдыха Уменьшить Сточнее С точки зрения Ну так сказать Здравого смысла Конечно Это варварство Такие комплексы Вот Я их не Не рекомендую К тренировкам Потому что Надо немножко Дозировать Несколько Иначе На таком пульсе Работать Двух минут Больше двух минут Очень вредно Это я всем напоминаю И Нужно научиться Строить свои тренировки Так Чтобы выйти Со временем На вот эти Пятиминутки Но даже В пятиминутках Надо уметь отдыхать Вот А в целом Как тест Это конечно Очень интересно Ну ребятам Я рекомендую Завтра конечно Устроить себе Разгрузочный день Как минимум В общем Подписывайтесь На канал Blood and Sweet Вот И тренируйтесь Mad Max Dojo ОС ОС И борцов Итак Первое что мы делаем Это приседания Зачем это нужно Для человека Неестественно Нагружать свои колени Обычно в жизни Мы либо сидим на стуле Либо ходим на прямых ногах Колени Должным образом Не прогружаются Для спортсменов Сильные колени Они просто обязательны Мы вырабатываем И в первую очередь Вот в этом Продолжение следует...